Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Нехемии. И, как было вечно в прошлый раз, в конце прошлого урока, мы сегодня должны разобрать тему Митцво Дарабанан, то есть постановление наших мудрецов, что они из себя представляют, а точнее, главный вопрос, который обычно задают по этой теме, это вопрос легитимности этих постановлений, потому что, ну, как мудрецы могут добавлять какие-то вещи от себя, а мы знаем, что у нас есть огромное количество Митцво Дарабанан, постановления наших мудрецов, например, муксы, только для чего стоят в шаббат вещи, которые, в принципе, раньше могли быть, были разрешены в субботу, но теперь мы из-за какой-то ограды, которую решили нашу мудрецу установить, не имеем права прикасаться к ним, делать это, носить в кармане, например, в субботу раньше можно было носить ручку в кармане, если какая-то ручка того времени, если представить себе, что это могло быть, перо или стилус, стиль, и была проблема писать, нельзя записывать, носить ручку, нет такого запрета, ну и так далее, многие вещи подобные. Так вот, собственно, с чего начать эту тему? У нас есть заповедь или запрет, лотосифу, это отдельный запрет истории, который, давайте я его зачитаю вам, в книге Дворим, 4 глава, 2 стих. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте того, от того, дабы соблюдать заповеди Господа, Бога вашего, который я заповедую вам. То есть, есть запрет лотосифу. И, соответственно, повторим наш главный вопрос, на основании чего наши мудрецы разрешили себе, разрешали себе добавлять какие-то заповеди, дырабанан, а, может быть, я не сказал, если кто забыл прошлый урок, так это имеет прямое отношение к нашей 10 главе, потому что в прошлый раз, после прочтения, зачитывания 83 имен лидеров нашего народа, которые подписывались под этим объявлением, или этой декларацией, во время этого собрания Великого, во времена Эзры и Нехемии. После этого идет перечисление нескольких заповедей, нескольких заповедей дырабанан, которые, обязанность соблюдать которые, выполнять которые наши мудрецы приняли на себя, весь народ принял на себя под эгидой наших мудрецов. Итак, митцво дырабанан и главный центральный вопрос на основании чего, или как и когда можно добавлять митцво дырабанан, или когда, например, нельзя. Так вот, есть несколько пунктов, можно так разделить на несколько пунктов, когда какое-то постановление, какое-то добавление, нововведение подпадает под запрет, и, соответственно, человек нарушает заповедь «не добавляйте». Когда у нас есть в заповеде какие-то элементы, я сейчас говорю о физических элементах, о каких-то, например, цицидиот на циците, циците. Четыре кисти заповедано нам делать на одежде, которая имеет углы, и вот человек решил добавить еще одну кисть. Можно это делать или нельзя? Разумеется, нельзя. Вот это и есть один из классических примеров лотос и фу. Приказано сделать столько-то, а ты, пусть и имея очень важное, очень хорошее намерение добавить, сделать заповедь еще лучше, ты добавляешь. Там, где указано число, добавлять нельзя. Четыре главы, паршиот, который вкладывается в тфелин головной и ручной. Человек добавляет еще что-то от себя. Вот это запрещено делать. Что у нас есть еще? Не обязательно должна быть, должен быть какой-то объект материальный, как цицидиот мы сказали, или арбат аминим, человек в сукот к лулаву добавляет, лулав это и пальмовая ветвь, и все это вместе взятое. Все четыре вида, они также называются улав. Так вот, человек решил добавить еще что-то, апельсин. Ему нравится какое-то растение, которое он считает, нашел даже какие-то каббалистические объяснения, какой смысл заложен в этом растении, на что он намекает. Почему бы не добавить? Потому что нельзя. Например, коины, когда благословляют народ Израиля, в земле Израиля это делается каждое утро, также в посты, за границей, вне границ Святой Земли, коины благословляют в основном только по праздникам. И Роша Шанакам, разумеется, коины должны сказать три благословения. Когда они возносят руки, на сиат копаем, и человек решил добавить какой-то коин, он решил добавить еще, хорошее намерение, благое намерение, добавить еще одно благословение, чтобы им благословить народ Израиля. Кстати, говорят, это одно из очень, как сказать, моментов истины или важных моментов, когда коины возносят руки, накрытые талитом, разумеется, и благословляют народ Израиля, тогда, говорят, открываются небесные врата и тогда спускаются напрямую, вот через коины являются как проводниками этого благословения, или изобилие небесного, спускаются с небес на нашу землю, и поэтому, кстати, нельзя смотреть на руки, потому что, говорят, это может навредить глазам, зрению, и это понятно, раз мы говорим, что сейчас идет излучение святости, поэтому принято или запрещено смотреть на руки вознесенные, на руки коинов. так вот, и поскольку этот момент является моментом сгулы, можно в этот момент просить многие вещи, и какой-то хороший коин решил добавить еще одно благословение, вот это все нельзя делать, это один пункт, то есть, иными словами, добавить какой-то один пункт или какой-то объект дополнительный в заповеди, там, где есть четыре кисти цицита, например, сделать пять. Дальше, что у нас еще может быть? Добавочное время, назовем этот пункт так, что значит добавочное время? Сука. Человек не успел насладиться или настолько насладился праздником суки, находясь в суке, и ночуя там каждый вечер, и вот восьмой день в Симхат Тора, после Симхат Тора мы уже не возвращаемся в суку, а человек решил там поспать. Человек может поспать там, если никто не увидит, если его намерение, если ему негде спать, у него нет другой кровати, но главное, чтобы он не сделал это во имя заповеди суки. Если он просто хочет поспать, потому что ему негде, или потому что жарко дома, а на улице нет комаров и прохладно, наверное, это будет сделать можно, если никто не увидит, потому что люди-то со стороны могут посмотреть, увидеть и решить, что подумать, ой, а может это человек-нарушитель. Так вот, нельзя добавить время, которое отведет, более того времени, чем на это отвела Тора, выделила Тора. Что у нас еще, какой пункт есть? Совершенно новую заповедь придумать. Не добавить, как наши мудрецы добавили многие вещи, до существующих заповедей, а придумать новую заповедь. Например, когда Северное Царство делилось от Иудеи и Беньямина, у Яровама сына Невата, Яровам бен Неват, который правил Северным Царством, Царством Десяти Колен его еще называют, возникла проблема. Какая проблема? Вот нужно сейчас подниматься на праздник три раза в год. Сейчас я со своими подопечными, со своими подданными поднимусь туда. Кто я? Царь. Да еще десяти колен. Там всего два колена. Пусть самое важное Иуда, самое большое, мощное, да еще Иерусалимский храм остался в их власти. Но, в общем, я тоже царь, и царь не менее важный. По крайней мере, так он полагал. Есть проблема в храме для царей, которые не совсем цари. А у нас все, кто не являются выходцами по иудаизму, по торе, все, кто не являются уроженцами колена Иуды, а после царя Давида и отпрысками его рода, через линию Шломо, не любой человек, не любой потомок от различных сыновей, которых было много у Давида, а именно Давид, Шломо и дальше. Только такие цари, отпрыски вот этого рода, могут быть настоящими царями, законными царями народа Израиля. Мы знаем, что, давайте вспомним наш Зрубавель, который он же Нехемия, он как раз и происходил из последних, и рода последних царей Иудеи, которые были потомками дома Давида. Только эти цари являются истинными царями в народе Израиля, и только они имеют право сидеть в Бе-Азара, то есть вот в этом большом дворе, в большом открытом под ним помещении, которое ограждено границей, рамками храма, и там происходит возле жертвенника, внешнего, Мизбе-Ахица, большого жертвенника, на который приносились жертвы огнепалимые, там происходило действие в праздник, и только тогда мог сидеть, там мог сидеть только царь Иудейский. Получается, что Яровам, сын Невата, тоже царь, и тоже считает наверняка себя важным царем десяти колен. Вот он придет, и он будет стоять, потому что ему нельзя сидеть, а царь Иудейский, ибо там даже Коин, первозвещение к ним имеет право сидеть, Бе-Азара, а царь Иудей может. И, если интересно, дружно эту тему говорят наши мудрецы. Бикеш Моше Мелуха, и катош Бруха Амарло, шаль на Олеха, мен Раглеха. О чем речь? Откуда пасук? Когда Моше Рабейну, будучи пастухом у своего тестя Ятро, шестьдесят лет, или сколько там, там разное мнение, где он был, это в 20 лет он сбежал из Египта, а потом непонятно где, есть Митрошин, который говорит, что он был царем над какими-то племенами или странами в Африке, а то, что я видел, обычно объясняют так, что он 60 лет был пастухом у Ятро, пока ему Всевышний не открылся в терновом кусте, который горел и не сгорал. Увидев это явление, что куст горит, дерево это небольшое, горит и не сгорает, Моше приблизился туда. И вот там, когда Всевышний открылся ему, как написано, так говорит Митрош, просил Моше Милуха, царство, то есть Моше просил, чтобы Всевышний сделал его не только лидером народа Израиля. Когда Всевышний сказал ему, что он выведет народа Израиля из Египта, и он будет великим лидером, но тогда Моше сказал, а буду ли я царем? И Всевышний сказал ему, шальн, из твоих ног, потому что это место свято. Как в храме, как это объясняет, где здесь ответ Всевышнего Моше, это говорит так, как в храме коины не могли сидеть, в общем, место это святое, там коины ходили бос-босые всегда в храме, такие, здесь это место свято, ты должен снять снять со своих ног туфли, я преднамеренно говорю, с туфли, а не сандали, потому что нааль, это вещь, которая, это такой вид обуви, который имеет закрытую форму и охватывает пятку. Ну, в общем, Всевышний отвечает ему, что ты не будешь, не можешь быть царем. Все, вернемся к нашей теме. Яравам, сын Ивата, понимает, что если он сейчас придет в храм вместе со своими подопечными и увидит, люди увидят, что вот один царь стоит, а другой сидит, что они подумают? Это потому что это настоящий царь, а вот это непонятно что. Да, по приказу Всевышнего, да, даже по приказу, ну, через пророка было передано вот это вот сообщение Яраваму, сына Ивата, что царство Давида будет разделено уже во времена Рехавама, но, тем не менее, Рехавама остается потомком Давида и истинным царем, который правит в Иерусалиме и имеет право сидеть в Иерусалимском храме, а ты не имеешь права. Люди тогда начнут его не уважать, его же подопечные, его же подданные, и в конце концов это может привести к бунту и свержению его с престола. Поэтому Яравам, сына Ивата, придумал праздник. В общем, он сначала решил запретить ходить вообще евреям. Не только он не стал подниматься в Иерусалим, а и другим евреям он это запретил, поставил заслоны, кордоны, поставил, установил, были охранники, которые ходили по границам, стояли на дорогах и не пускали людей в Иерусалим, но чтобы не просто так отнять у евреев праздники, потому что создается вакуум, создается пустота, и его нужно заполнить, так Яравам очень искусно и очень мудро придумал особый праздник, как раз это было в Ходыш Тишрей, в месяц Тишрей, как раз, когда у нас много праздников Иерушишана и Йом-Кипур, и Сукот, и Симхат Тора, вот так он сделал там целую систему, все это было проработано, это не наша тема, а нужно будет изучать это в книге Мелохим, дай Бог, может быть, нам дадут добро и на эту сидру уроков, и получается, что вот это было и есть, вот здесь Яравам нарушил закон Лотосифу, не добавляйте никаких других заповедей, потому что он придумал нечто новое, он не добавил что-то к старому, а добавить что-то к старому можно, но не в той форме, как мы говорили в первом пункте нашем, четыре кисти, добавить пятую и так далее, будем сейчас разбирать как можно, давайте еще разберем один момент, касающийся запрета, запрета, лотосифу, Рамбам пишет в Аллахот Мамрим, он объясняет, что есть стих в Торе, в книге Ваикра, 18 глава, 30 стих, Соблюдайте же закон мой, если переводить точнее, я бы перевод их, там лучше наиверите зачитать, потому что толкование наших мудрецов и в частности Рамбама, оно проходит только через не перевод массадров буквы, вот и так далее, нам нужны самые первые слова, что значит Ушмартем Этмишмарти, соблюдайте закон мой, так перевели, здесь имеется ввиду Ушмартем Этмишмарти и установите охрану или охраните мною охраняемое, может быть так можно сказать Ушмартем Этмишмартем что это означает? Есть мой закон, Всевышний говорит, вот я дал законы и вы их должны охранять. Наши мудрецы толкуют по-видимому на основании простого логического умозаключения, что простого вывода, что заповеди мы и так знаем, что мы их должны соблюдать. Если здесь нам стих говорит на еще какое-то действие, которое мы должны сделать, это означает, что то мы можем добавлять некие вещи, некоторые моменты, которые, какие-то заповеди, какие-то дополнительные постановления и обязательства, которые будут охранять вот эту основную заповедь. Если еще не все понятно, сейчас мы поймем на наших, на примерах. сегодня я уже упоминал закон о мукце. Мукце происходит от слова лякцот, выделять что-то. И вот наши мудрецы постановили такую заповедь, такой запрет дополнительный не прикасаться, не носить различные предметы, имея которые под рукой или в своем кармане даже, мы можем легко нарушить заповедь. Например, человек имеет свой магазин. Вот в субботу, разумеется, у этого богобоязненного еврея магазин закрыт. Но есть соседи, у которых там сейчас празднество, делают себе оброход, еще что-то, просто пришло много гостей, неожиданно, нежданных. И соседи стучатся к своему соседу, у которого есть маленькие магазинчики, говорят ему, слушай, открой, у тебя сигнализация есть? Он говорит, да нету, кто тут в нашем районе религиозно будет воровать. Он, отлично, дай нам ключи, мы сейчас спустимся, возьмем у тебя несколько консервов тушенки, несколько консервов шпрота, возьмем вино, все, что там нам нужно. Мы тебе это покажем, попытаемся запомнить. И потом хозяин говорит, да, свои люди, договоримся, я вам верю. И вот они приходят и говорят ему, взяли такое-то количество различных видов еды, а у хозяина как раз, вот как у меня ручка в кармане, в субботу же, можно носить ручку, раньше было можно по торе, тора не запрещает, нельзя писать, где сказано, что нельзя ручку носить в кармане, авторучку или какой-то, карандаш. И он говорит, сколько вы взяли, ну, мы там взяли 35 банок шпрот. И он выхватывает карандаш и записывает автоматически. То есть, карандаш-то нельзя, не было проблем иметь в кармане, но вот писать нельзя было. и человек, запутавшись или слишком начал переживать от того, что как много они взяли, а вдруг я забуду, и они забудут, и потом деньги не будут уплачены, хватает и карандаш и записывает. Поэтому наши мудрецы в такой ситуации запретили носить ручку, карандаш и так далее, зажигалку в кармане, чтобы, нельзя разжигать огонь, но зажигалку в кармане носить можно. Вот в Песах, например, есть заповедь запрет кушать квасное. Настолько хамец этот страшен, что человек, который делает это бемезит, то есть преднамеренно нарушает эту заповедь, он получает карет. Наши мудрецы, видя, насколько серьезный этот запрет, добавили от себя еще две заповеди. Баль, Яраэ, и Баль, и Маце, чтобы даже человек не мог увидеть глазами случайно, то есть, чтобы не было хамца в его владении, а то вдруг вид, например, он находится в какой-то банке. Я хамец продал, я хамец аннулировал, битальти его, биарти его, и все, что есть в моем доме, вдруг где-то крыса затащила, или же он находится где-то сверху на антресолях. Дети забросили, а я не смог туда попасть для того, чтобы не было возможности между антресолями и потолком, нету большого зазора для того, чтобы всунуть туда руку, просунуть руку и проверить там, что мне делать. Там вдруг найдется там хамец. Мы же все это отменили на этот случай. У нас есть масса текстов, моментов, когда мы аннулируем все, что есть в наших владениях. Тем не менее, говорят наши мудрецы, нельзя, чтобы это находилось в нашем доме. Хотя бы величиной скизает, если вот такой размер есть. Меньше, ладно, наверное, крошки какие-то, ну, сложно представить, что они смогут, их можно будет насобирать, объединить в один кизайт и нарушить запрет уже Торы. Но вот более крупные объекты нам сказали, что они, мы не находились в нашем доме, мы должны постараться выбросить их из дома, и чтобы они не находились у нас и не попадались нам на глаза. Пожалуйста, это вот примеры, когда Митсвот Дарабанан, наши мудрецы установили саяк, установили какую-то ограду, дополнительные ограждения, которые помогут нам не оступиться и когда мы будем работать на автомате, когда мы будем работать на, когда сработают какие-то комплексы, рефлексы, тогда мы все равно не нарушим эту заповедь. И таким образом сейчас мы разобрали вот эту тему, почему и когда можно добавлять различные постановления наших мудрецов. То есть вот кроме мукца, что мы сейчас видим в нашей главе 10-й. Давайте прочтем. Где-то мы остановились с 30-й и 32-й стих. Давайте зачтем их еще раз. 31-й. Десятая глава книги Нехемии, 31-й стих. «И чтобы не отдавать нам дочерей наших другим народам земли, а их дочерей не брать за сыновей своих, даже если мы пойдем по мнению, есть спор раби Шимона бар-юхай и наших мудрецов, что стих в Торе, который запрещает жениться на неевреях, мнение по мнению раби Шимона, это запрет Торы жениться на всех народах, хотя в стихе говорится о кнаонейских народах. Но есть мнение и другое, мнение большинства, мнение раба нан, которые считают там в Амилонском Толбуде, что стих говорит только о семи кнаонейских народах. Так вот, наши мудрецы вводят постановление, что запрещено сегодня все, какую бы сторону мы не принимали этого махлокета между Тананин в гморе этого спора, сегодня, после постановления наших мудрецов, уже запрещено жениться с народами мира, неважно, происходят они из семи кнаонейских народов или из других народов мира. И чтобы народов других стран, которые привезут товары и всякие продукты, в день и субботе на продажу не покупать у них в субботу и в святые дни, и чтобы в седьмой год оставить и взыскание налогов. Давайте остановимся с субботой. В субботу здесь как раз покупать в субботу запрещено, покупать за деньги в субботу запрещено. Взять у соседа, еще раз, у которого нет сигнализации в магазине, можно, но купить, даже если ты не, пусть это даже не еврей, и он не нарушает ничего, ты не можешь, потому что нужно принести деньги. В чем здесь запрет, в чем есть проблема, почему здесь подчеркивается этот момент? Объясняют комментаторы, что здесь сложилась очень абсурдная ситуация. Евреи, еврейские работники, еврейские продавцы, у кого были магазины, лавки, они в субботу не работали, но работали в их районах еврейских не еврейские магазины, и евреи приходили в субботу и брали, например, рыбу. Зачем покупать в емщише перед субботой, когда рыба эта станет уже не свежей? Я прямо в саму субботу, скажем так, в емтов, еще лучший пример, праздник, в праздник вообще можно готовить, можно шхитовать животное, он пойдет, возьмет у нееврея рыбу свежую, и прямо, прямо за час перед трапезой приготовит ее, это же лучше, чем при... И получилось так, что евреи оказались в серьезном проигрыше от того, что они не могли продавать в субботу. И поэтому многие лавочники, многие производители сельскохозяйственной продукции стали работать в субботу, давить, например, в давильни, в давильнях вино, сок виноградный для получения вина, и продавать рыбу, продавать другие продукты, и было вынесено постановление, что мы дальше будем смотреть в следующих главах, там будет рассказываться о том, как Нехемия даже пригрозил торговцам этим, которые приезжали издалека к Иерусалиму и знали, что евреи, многие евреи, которые ведут себя недостойно, покупают в саму субботу, Нехемия пришлось угрожать им последствиями, репрессиями настоящими, он сказал, что я пошлю солдат, которые будут просто ишлахбахемзроа, так я помню, стих говорит, я направлю на вас всю силу своей руки, и вот об этом говорится здесь, это постановление такое, чтобы не покупать, не продавать в субботу, и чтобы у народов других стран, которые привезут товары всякие, продадут в день субботний на продажу, не покупать у них в субботу, и в святые дни, в праздничные дни, и чтобы в седьмой год оставить землю и взыскание долгов, об этом мы говорили много в предыдущих главах, помните, сколько было проблем, евреи не освобождались даже еврейских рабов, которые обязаны, даже если те находятся в долговой яме, и пришли просто отрабатывать свои долги, есть предел, есть гвуль, есть граница временная, насколько еврей может эксплуатировать другого еврея, если тот не хочет остаться вечным рабом, 33 стих, и взяли мы на себя заповедь давать третью часть шекеля ежегодно для службы в храме Бога нашего, добавочно, есть махацита шекель, это заповедь, которая исполняла, выполняла раз в году, когда собирали меру серебра в пол шекеля, для того, чтобы эти деньги использовать на покупку жертв в храме, и здесь добавлено еще было треть к этой мере, есть разные мнения, что это означает, что есть мнение, что шекель обесценился, и поэтому вот это вот добавление третье, оно в принципе достигало только того махацита, того пол шекеля, которое было когда-то в добрые старые времена, 34 стих, для возлагаемых рядами хлебов и ежедневных дров и для всесожжения, всесожжений постоянных для жертв в субботу, в день нового месяца, в праздники и для священных жертв и для жертв во искупление грехов Израиля. Что за дрова здесь упоминаются? Есть заповедь, есть заповедь в двух местах, в Торе рассказывается о так называемых корбан и цим не приносили деревья в жертву, а деревья использовали для жертв, для сожжения жертв и из стиха 35 стих в главе, первый стих в главе книги Вайкра говорится так и бросили мы жребий о дровах для жертвенника для священников левитов извините, это наш стих сейчас 35 здесь из нашей главы из Нехеми а в книге Вайкра 1 глава 7 стих и дадут сыновья Аарона огонь на жертвенники на деревья которые на жертвенники я не зачитываю весь стих а только то что касается наших деревьев и еще спустя 5 глав в 6 главе 5 стих там же в первой главе в первой в книге в книге в книге Вайкра говорится в стихе огонь на жертвеннике будет гореть и не гаснуть огонь постоянный будет гореть на жертвеннике и не погаснет дважды говорится в стихе одно и то же и отсюда наши мудрецы учат что требуются особые деревья которые будут поставляться в храм также традиция говорит что эти деревья должны быть должны покупаться не за деньги храма а люди должны их жертвовать и люди жертвовали слава богу на храм не было никогда недостатков в деньгах и даже со временем были установлены привилегии что только 9 особых семей 9 раз в году жертвовали дрова жертвовали вот эти вот деревья для так называемой мараха мараха это система обычно оно имеется ввиду вот все то сооружение которое делалось на жертвеннике из деревьев на которое возлагалась потом туша животного и животное сжигалось принося в жертву что это за история такая что это за деревья которые евреи обязались приносить были 9 семей вот этот список первая семья приносила первого нисана бней арах бен иуда сыновья араха из колена иуды мы помним что основная масса людей пришла из колена иуды вернувшиеся в святую землю во время возвращения в сион и часть была из бениамина мы увидим здесь также представителей колена бениамина и еще несколько интересных семей список состоит это мишна в трактате таанит 26 лист страница первая там перечисляется 9 дат когда деревья приносились все все эти даты практически выпадают 8 из 9 выпадают на лето и это понятно потому что была проблема не проблема а была была обязанность чтобы деревья были также без бгама без какого-то дефекта как уже вот как коин без руки или с бельмом на глазу не может служить в храме как животное имеющие какой-то надрез на губе как было в истории Гарца Камца Баркамца или какой-то другой дефект непроходящий не имеет не имеем и права такое животное принести на жертвы так и деревья должны быть без дефектов что значит дефектов без они не должны быть черви чтобы их не изъели черви то есть деревья собирались летом и вот есть такой полупраздничный день Ту Тубе Ав 15 Ав почему этот день был праздничный очень много несколько до 15 кажется причин приводят наши мудроцы в Вавилонском Талмуде одна из них что в этот момент солнце находясь в своем зените это было самое высокое солнцестояние и после вот этой даты солнце уже находясь на самой высокой точке своего солнцестояния оно уже не достигало пика то есть солнце теперь не поднимается так высоко потому что оно отходит немножко от экватора и уже угол падения его лучей он менее четкий как бы не прямой и не так сильно сушит все что есть на земле соответственно после этого деревья могут уже набираться влагой влага не выпаривается не высушивается солнцем из деревьев и в ней заводятся черви до этого до этой даты евреи в течение всего лета собирали хворост собирали дрова для того чтобы принести их в храм для жертвоприношений после этой даты почему-то дата полупраздничная освобождалось много людей от работы по сбору деревьев для жертвоприношений в храме и теперь у них наступало время когда они могут днями напролет сидеть в бейтмидраши и изучать тору поэтому в основном все даты большая часть дат будет летние и в каждую дату какая-то семья определенная получала право на приношение этих деревьев как удостоились разные семьи этой чести что именно за ними была закреплена эта привилегия что люди уже даже другие которые хотели пожертвовать не могли это приоритет других когда евреи вернулись в эпоху второго храма возвели второй храм деревьев не было поскольку вся земля была в запустении всего 52 года прошло деревья могли вырасти но они растут если есть старые деревья старые высыхают разлагаются падают но за это время с них падают их семена их плоды и вырастает новое поколение деревьев когда же Иерусалим был под под властью Невухаднецера и до этого когда велась оборона были войны по захвату Израиля как правило знаете армия требует больших расходов еда еду нужно варить армии нужно греться а зимы раньше потепление климата еще не было нашего и поэтому зимы были здесь холодные и снежные в общем армия вырубала леса которые находились в окрестностях Иерусалима и в любом месте где велась война и поэтому когда евреи возвращаются из второго возводить второй храм из Персии из Вавилонского изгнания как обычно его принято говорить называть евреи находят не находят здесь большое количество деревьев необходимые для постоянно жертвоприношений в храме а мы читали в стихе как стих звучит Постоянный огонь будет гореть на жертвеннике то есть огонь мы знаем что огонь спустился на жертвеннике еще построенный Моше и потом этот огонь передавался эта головешка никогда не гасла и потом шло Муамелех зажег тоже там что-то было что спустилось с небес как раз опять же начало книги Мелахим царей там все это описано но говорят что вот тот огонь который еще Моше получил с небес та головешка который он разводил огонь на жертвеннике в храме в пустыне в мешкане от нее что-то было и на жертвеннике в первом храме и только царь Минаше уже ближе к окончанию эпохи первого храма он сбросил эту головешку и больше огня там не было приходилось зажигать потом искусственно огонь то есть источник огня был и он горел постоянно но все равно была обязанность у евреев приносить эти деревья и вот несколько богатых семей обязались что они за свои за свои средства будут закупать деревья из-за границы из тех мест где они есть и таким образом в храме не будет никаких проблем благодаря этому им за ними закрепили это право поставлять дрова всегда для жертвоприношений в храме и так первый пункт мы зачитали первый пункт первого Ниссана начинали приносили дрова Бней Арах Бней Йуда 20-го Томуза Бней Давид Бен Йуда была семья по фамилии Давид из колена Йуды 5-го Ава Бней Порош потомки Йуды 7-го Ава Бней Йонадав сыновья Йонадава сына Рыхава 10-го Ава сыновья Снаа или Снеа Бней Бенямин уже представители колена Бенямина 15-го Ава было интересно помните я тоже сегодня уже упоминал только что упоминал 15-е Ава и дата это как раз поскольку она была такая народная и полупраздничная там сказано так Бней Зату потом сыновья Зату или Зату сына Йуды а также потомки семей вот какая интересная семья Гонвей Эйли ворующие пестики или ворующие ну обычно знаете есть ступка и вот там толкут раньше алхимики или люди которые работали в аптеках они все время находились в таком действии когда пытались растолочь там или коренья какие-то или какие-то камни минералы для того чтобы создать из этого какие-то порошки и дать людям так вот вот этот вот давайте так мы сейчас разберем как раз потому что эти семьи их происхождение и происхождение вот этого названия имени их семьи фамилии оно очень интересно дальше Бней Коц Эй Кциот люди которые собирали инжир или толкли инжир и еще были Сульмей фамилия Сулам Анетофи Бнейнетофа это был такой город но там были люди вот такие с фамилией Сулам Сульмей Сулам откуда это имя написано в трактате Таанит там же что однажды царство запретило написано Мальхуд власть власть неевреев над святой землей запретили приносить поставлять дрова в храм в попытке наверное что не знаю почему не запретили приносить жертвы напрямую но может быть хотели как аккуратно задушить всю эту систему для того чтобы само по себе все это прекратилось без жестких мер в трактате Вавилонского Талмуда не говорится какое это царство а в других книгах рассказывается что это были разумеется греки что сделали люди как люди доставляли дерево деревья шли люди и вот они несут эйли эйли это вот эти вот палки только большие палки которыми они собираются толочь инжир в трактате Баба Миция вообще в многих местах рассказывается о том что были две ла были такие прессованные консервантов не было сахара тоже не было а если 50 если мы хотим сделать варенье то известно что нужно 50 как минимум 50 процентов от содержания вот этой баночки литровой или какой-то трехлитровой куда мы хотим налить варенье должно состоять из сахара то есть если нету в этом составе этого варенья 50 процентов сахара плод клубника яблоки неважно из чего мы делаем варенье этот джем он не выдержит он протухнет он испортится в то время консервантов таких не было как сахара в таком количестве что евреи делали сушили плоды а также прессовали их потом в определенные такие круги и их можно было для того чтобы достичь такого состояния такой формы им приходилось засыпать инжир например в бочку и потом ее толочь так вот они несли с собой этот инжир на плечах и несли с собой вот эти вот палки которыми они потом якобы собирались толочь этот инжир и они объясняли когда заслоны на кордонах на КПП на дорогах их останавливали греческие солдаты и спрашивали куда вы идете мы идем вот по нашим здесь недалеко у нас есть фермы какие-то угодья или какая-то плантация наша инжира и мы собираемся вот таким образом сейчас там собирать инжир и тут же превращать его вот в эти в эти две лот в эти круги и таким образом притуплялась бдительность этих солдат и евреи проходя проверку что они там делали с инжиром съедали его или возвращались с ним же к себе домой а палки эти эти пестики вот эти вот то чем они толкли они оставляли там в храме для того чтобы им можно было не растапливать а сжигать жертвоприношения поэтому их называли гонвей и ли бней гонвей и ли семья такая ворующие пестики или ворующие палки нет на слово гонвей знаете прокрадываться можно сказать лидганев он прокрался в мое сердце мидганев валевши ли пробираться а когда человек контрабанду везет тоже говорят ляавриах гвуль пробежать границу прогнать товар через эту границу вот как бы украсть то есть они воровали но здесь в этой ситуации называется те проносящие палки скажем так слово украсть практически никогда не несет кроме может быть в случае с афикоманом никогда не несет в себе положительный смысл а исключительно отрицательный и поэтому лучше скажем так семья по фамилии проносящие пестики или проносящие палки что это за были коцэйкциот то же самое были люди несли с собой сделанные суламот сулам это лестница они несут на плечах лестницы их спрашивают куда вы идете с этими лестницами у нас там где-то ты не знаешь но тут вот за поворотом за этим лесом у нас есть там голубят нам нужно будет подняться голубят делается на высоком месте чтобы там лисы или еще кто-нибудь не забрался туда и поэтому на возвышении и поэтому разумеется проходя проверку удачно они потом приносили эти лестницы в храм разбирали их и эти элементы ее шли на жертвоприношение поэтому и фамилия такая Сульмей Бне Сульмей Абнену Туфа то есть люди из поселения Нейтофа которые придумали вот такой способ как действительно контрабандным способом доставить необходимое количество деревьев в храм для жертвоприношений вот у меня есть хороший знакомый еврей по фамилии Сульман я думал может быть Сульман как Шульман что-то похоже а может быть это слово Сулам те которые проносили Суламот ну что сегодня забываем все время Сулам лестницы это вот все эти люди они проносили 15-го Ава приносили дрова потом уже когда не было проблем приносить их в храм 7-й пункт 20-го Ава Бней сыновья Пахат Муав Бней Юуда встречался недавно в 9-й главе потомки Пахат Юуда кто такой был Пахат Юуда это Пеха то есть руководитель самым маленько административно административной единицы в Персидском царстве Пахва была Пахват Юуда была Пахват Сурия Пахват Ливанон Пахват Шумрон и Пахват область такая которая называлась Муав и там находились кто какие-то евреи которые руководили этим они тоже были скорее на Юуды вот их потомки также получили привилегию поставлять дрова в храм и 20-го Элюля уже не летом на Бней один Бен Юуда и первого Тевета повторно Бней Парош такие семьи и так вот мы разобрали здесь еще одну заповедь о поставках дров которые также на себя приняли евреи в эпоху второго храма 36-й стих и чтобы приносить первые плоды земли нашей и первые плоды всякого дерева из года в год в дом господний скажете вы опять же зададим ну не правильный вопрос а наводящий вопрос как это они на себя приняли это заповедь истории а что еще они приняли и наши мудрецы объясняют так по мнению Раши не все с этим соглашаются например Мальбим не соглашается с этим мнением он считает что они обязались приносить плоды семи видов плодов которыми славится святая земля а на самом деле ну не на самом деле а по мнению Раши они добавили обязанность наши мудрецы добавили обязанность и весь народ принял на себя это приносить первенство первинки в общем назовем это своим именем бикурим в храм в праздник живот от всех видов плодов которые у них есть иными словами если бы сегодня был храм и у нас вернулась бы эта заповедь пусть и медарабанан то мы бы сегодня были обязаны приносить не только бикурим тот у кого есть гена и там растет плодовое дерево тот у кого есть какой-то пардес ну какие-то угодия поле или плантация он был бы обязан приносить плоды от всего что у него вырастет не только от пшеницы ржи римон гефенте и навы римон виноградный виноград масло оливковое инжир гранат и финик а также от яблок груш и от всего прочего просто мы для нас это выглядит немножко дико даже непонятно у нас от всего мы привыкли нам объясняют семь видов плодов которыми славится святая земля у нас сегодня этой заповеди просто нету мы ее не можем выполнять они могли у них был второй храм но вот если бы или бы изратошем если завтра будет построен храм с божьей помощью вот мы будем обязаны выполнять уже не только заповедь Торы и приносить бекурим от семи видов плодов которыми славится святая земля а от всего что у нас есть жизнь будет выглядеть совершенно иначе стих 37 а первенцев из сыновей наших и из скота нашего выкупать как написано в Торе а первородное от крупного и мелкого скота нашего приносить в храм Бога нашего приносить в храм Бога нашего почему это было дополнительное постановление Эзры который установил что из-за того что левиты не захотели подниматься в святую землю и они ничего не имели с этого коины у них появлялись дополнительные какие-то подарки а у левитов нет не было этого и поэтому Эзра Канас он назначил штраф что все сегодня будет сдаваться в храм все трумот все масс от всех людей будут сдаваться в храм сноситься в Лишката Оцар так называемое и помещение специальное и только те коины и только те левиты которые будут служить в храме они будут получать вот эти плоды давайте на этом остановимся и закончим 10 главы начнем 11 главу в следующий раз на следующем уроке спасибо за внимание до свидания до следующей встречи до следующей встречи